Друзья, как вы могли заметить в предыдущем докладе, у безопасника довольно много рутины в трудовых буднях. И как раз наш следующий доклад о том, как эту рутину можно снизить, может быть даже в перспективе избавиться от нее, и кто, возможно, заменит безопасника. Об этом расскажет Роман Шитц, руководитель группы коммерческого пресейла компании Security Vision. Денис, спасибо большое за предоставленную возможность. Но прежде чем поговорить про информационную безопасность и тем, что мы, может быть, заменим когда-нибудь безопасника, что вряд ли, я бы хотел поблагодарить всех участников сегодняшней конференции. Она, на самом деле, уже потихонечку завершается, но это был очень крутой день, очень много событий, очень много мероприятий, докладов интересных. И, в общем-то, в завершении более так облегчить тему, немного уйти от действительно рутины, от повседневных задач, которые есть у безопасника. Я бы хотел свой доклад посвятить как раз вопросам автоматизации информационной безопасности там, где это можно. То есть те вещи, которые регулярно повторяются, рутина, прочие все вещи, их можно автоматизировать. И, в общем-то, с этим и есть мой доклад, он этому посвящен. Для начала начнем с проблематики, то есть как мы к этой теме, в принципе, пришли. Почему информационная безопасность может быть автоматизирована или вообще как? И вот об этих темах я бы хотел поговорить. То есть сперва мы начнем, наверное, с проблем. И стандартно, как бы для всех это не секрет, для людей, непосредственно вовлеченных в эту рутину, это тем более каждодневная задача, есть очень большое количество систем, и есть очень малое количество специалистов и, в принципе, дефицит, и они очень сильно загружены. То есть есть на одной чаше весов у нас система информационной безопасности, в коих огромный перечень, все на слайд бы не влезли точно, на другой чаше весов специалисты информационной безопасности, которых очень мало. Это общемировой тренд, к сожалению. И, соответственно, их загрузка тоже желает оставлять лучшего. То есть люди действительно всю свою рабочую деятельность посвящают множеству задач, от AnyK каких-то задач, до очень специфичных расследований, в зависимости от компании, в зависимости от ее штата, в зависимости от задачи, распределения этих всех вещей. Отсюда вытекают все эти моменты. И, кроме того, нужно отметить, что все-таки рутина или повседневные будни безопасника, они не связаны с тем, что она сидит и ждет какой-то атаки, когда она начнется и начнет на нее реагировать. То есть, как правило, это происходит все внезапно, или даже ночью, или даже в выходные дни, когда вообще есть дежурный персонал, и, по сути, у них совсем мало времени, и совсем мало ресурсов на то, чтобы отреагировать. Ну и, ко всему прочему, лавина инцидентов, лавина различных срабатываний от разных систем, которые обрабатываются вручную. То есть, что можно, в принципе, с этим сделать, да, то есть, как можно с этой задачей справиться. Такие вопросы они себе задают. Но еще добавляется третий, скажем так, третье неизвестное в это уравнение. Это атакующая сторона и ее мотивы, да, по сути. И здесь классика. Классика — это деньги. То есть, в первую очередь, естественно, всех интересуют вопросы финансов, да, то есть, что они получат за эту атаку, как они смогут ее коммерциализировать, монетизировать в конечном счете. И, да, вытекающими отсюда вещами могут служить в том числе технологии, да, то есть, это кибершпионаж, это заказ какой-то. Такие вещи тоже случались гораздо реже, но тем не менее. Или те вещи, которые очень легко монетизировать, это персональные данные, да, то есть, за которыми, в принципе, многие охотились всегда. Да, это до сих пор остается трендом. Утечки случаются чуть ли не ежедневно, потому как эти базы постоянно устаревают, их надо обновлять, и, соответственно, это всегда ликвидный товар, который можно реализовать на черном рынке. Но вот уже год, наверное, как, да, то есть, заиграли новыми красками другие, вектора атак или другие мотивы в том числе. Это кибервойна, которая, очевидно, сейчас идет между нашим государством и сопредельными, в том числе государствами, или очень отдаленными от нас. А сейчас это вышло на новый виток история. Соответственно, задачи, которые стоят перед атакующими, да, это положить инфраструктуру, как правило, страны, да, или крупных каких-то предприятий, которые могут повлиять на, опять же, общую ситуацию, общий климат, наверное, внутри организации, внутри страны, и внутри общества в целом. Ну и, соответственно, это поиск информации для использования в военных целях, да, то есть такая история тоже может иметь место. Разумный вопрос возникает. Что с этим всем делать, да, то есть как в этой ситуации себя вести, что можно сделать, чтобы эту ситуацию как-то разрулить. Опять же, сделаю небольшой отклик назад, да, то есть когда у нас дефицит ресурсов, и, в общем-то, что с этим можно сделать. Логично, что многие компании решаются в этот момент прибегнуть к аутсорсингу. Ну, потому как, если у тебя нет своих ресурсов, попробуй их организовать, да, то есть на рынке людей мало, их долго нужно искать, их, собственно, нужно обучить, их нужно каким-то образом встроить в процессы и удержать еще самое сложное, да, то есть не только замотивировать на то, чтобы человек к тебе пришел, но его еще нужно удержать. Это всегда очень сложно, тем более, когда очень много рутины, поэтому люди, как правило, в этом и выгорают, и в этом ключевой, наверное, аспект, который стоило бы решить. Вот, но помимо аутсорсинга есть еще другая история, как автоматизация, да, то есть некоторые задачи, некоторые моменты можно автоматизировать, и нужно это делать с тем, чтобы освободить людей от рутины и дать им возможность творить, дать им возможность развиваться и делать компанию в части eBay, если мы говорим про eBayшников, гораздо более эффективной, более успешной. Так вот, если взять эти две составляющих, аутсорсинг и автоматизацию, то можно, в общем-то, провести некий анализ по таким параметрам, как люди, деньги, инструменты, время, переход на другое ОПО в части импортозамещения сейчас, и мы можем увидеть, там, скажем, позитивные, негативные стороны того или иного решения. То есть действительно, аутсорсинг – штука классная, но им нужно пользоваться, уметь им пользоваться, и, к сожалению, он от многих проблем вас не избавит. В частности, всегда возникает вопрос, что это большие затраты, да, на экспертов, потому как все-таки аутсорсинг, как правило, это дорогой сервис, и он стоит больших денег. В то же самое время, если мы говорим про автоматизацию, то расширять штат не нужно, нанимать дополнительных людей не нужно, то есть нужно просто инвестировать определенное время в настройку систем, подружить между собой разные классы, уровни решений, и, собственно говоря, тем самым они будут работать на вас, не отнимая ваше время. Далее вопрос денег, да, то есть, ну, здесь в случае аутсорсинга это только капекс, то есть опекс, прошу прощения, то есть это только операционные затраты, в случае автоматизации есть вариации, да, то есть какая компания, в зависимости от ее модели операционных действий, да, то есть какая модель выгоднее, какая модель эффективнее. Далее инструменты, да, то есть есть ограничения по стеку, если мы говорим про компанию аутсорсинг, потому что, как правило, Если один подрядчик, то у него нет полного набора стеков, всех решений аккумулировать в одном заказчике, в одном исполнителе сложно в этом смысле. И здесь, конечно же, будут какие-то моменты, когда вам захочется использовать ту или иную систему, тот или иной сервис, но его просто не будет в перечне. Задача же, допустим, решений таких как ARP или SAR, такого класса решений, как раз в том, чтобы быть максимально гибкими. Ну и далее идет разговор про время, то есть затраты временные на автоматизацию либо аутсорсинг. Тут стоит быть откровенным и сказать, что действительно автоматизация из коробки не работает сама. То есть это в любом случае процесс, который нужно будет пройти и настроить. Делается это разово, а в то же самое время, когда мы говорим про аутсорсинг, то там это постоянная история, связанная с тем, что ваши специалисты в итоге все равно будут отрываться от своих задач и будут посвящать время специалистам другой компании, чтобы, в общем-то, с ними наладить какое-то взаимодействие, ответить на те или иные вопросы, дать какую-то информацию. И, в общем-то, это тоже бывает не всегда удобно. Ну и вот в части перехода с иностранного полного отечественного, то тут возникает, опять же, момент, что не всегда все системы, которые вы используете in-house, будут хорошо работать с решениями подрядчика. Поэтому здесь, наверное, также мяч на стороне автоматизации, поскольку добавление того или иного инструмента в систему, оно, по сути, даже не требует привлечения экспертов на стороне вендора, который поставляет решения класса ARP или SOAR, то есть по оркестрации, автоматизации процессов безопасности. Вот. Давайте теперь немножко отойдем в сторону и поговорим про классику. То есть это NIST. То, что он себе представляет под процессом непрерывной кибербезопасности, то есть тот самый cyber security framework, который NIST давно и прочно ввел в нашу жизнь, и как мы, в общем-то, все это видим. То есть это не секрет, ни для кого не новость в том, что кибербезопасность — это цикличный процесс, непрерывный процесс состоит из пяти этапов. По сути, это первый — необходимо провести идентификацию, а что же мы защищаем, да, то есть какие у нас есть ресурсы, какие у нас есть процессы, каким, собственно говоря, каким ресурсом мы будем посвящать свое время, да, что мы будем в конечном счете оберегать, или какую информацию в том числе. Далее — проработка методов защиты, да, то есть мы должны понять, как мы будем защищаться, какие угрозы для нас являются актуальными, какие в меньшей степени для нашего бизнеса, для нашей, в принципе, инфраструктуры в целом и так далее. Также нужен четкий мониторинг, постоянный, всеобъемлющий, да, то есть чем больше мы видим, предыдущий коллега как раз рассказывал про shadow IT, и здесь как раз речь идет о том, что помимо вот идентификации на этапе инвенторки, по сути, да, то есть мы должны еще и уметь все это мониторить, да, то есть мы должны не только знать, что это существует, но еще и видеть, что с этим происходит. Здесь мониторинг — один из ключевых параметров. Далее — этап реагирования, да, то есть в случае, если случилось страшное, то мы должны уметь быстро, четко, потому как время здесь фатально в данном случае, мы должны иметь возможность четко отреагировать и быть максимально эффективными в этом плане. Ну и последнее — это восстановление, да, то есть когда атака прошла, она увенчалась либо не увенчалась успехом, желательно, чтобы она не состоялась вообще, да, но тем не менее, если что-то произошло, так или иначе определенные процедуры должны быть выполнены, чтобы не допустить ее появление или развитие, не дай бог. Вот. В общем-то, это стандартная пятерка по информационной безопасности, и вот если в данном контексте взять и наложить на эту пятерку по информационной безопасности метод автоматизации, в частности, с помощью SAR-решения, то мы видим с вами, что и в аудите IT, да, то есть когда мы изначально делаем инвентаризацию и понимаем, что мы будем защищать, вам может помочь SAR-решение, то есть оно помогает в том числе консолидировать в себе огромное количество информации по IT-ресурсам, которые у вас есть, да, подключение в том числе различных агрегаторов, и, по сути, эта информация в одном окне, в одном интерфейсе очень наглядно, оно очень понятно вам будет видна, и вы будете понимать, что в конечном счете вы будете защищать. Далее автоматические правила в случае, если мы говорим про защиту, да, то есть если происходит А, то должно произойти Б, С, Д и далее по алфавиту, поэтому здесь тоже это рутина, по сути, определенная, или запрос той же самой информации от сторонних источников обогащения, информации по инцидентам, все это может лечь на плечи как раз автоматизированной системы, а не человека, который должен будет одновременно скоммуницировать с огромным количеством коллег из разных департаментов, принять решение, понять контекст, в котором все это происходит, и это хорошо, если все на местах, а если, повторюсь, как я уже говорил ранее, речь идет о праздниках или выходных днях, то это, соответственно, сильно сложнее. Опять же, нужны доступы, нужно это все согласовать, понять, обрисовать и прочее. Здесь, если четко настроены правила, четко скоординированы все системы между собой, они, по сути, объединены и настроены, то это происходит в доле секунд, максимум минут. Запрос обогащения и получения информации. Далее, в стадии мониторинга мы можем получить отчетность в реальном времени, то есть это всегда можно сделать по клику мыши, в том числе в виде лайв-скрина, какого-то графика, каких-то виджетов, которые будут оперативно нам давать понимание того, что происходит и как ситуация развивается. В случае реагирования и расследования в автоматизированном режиме, опять же, есть возможность изолировать хосты, есть возможность перенаправлять трафик. Все это можно сделать по правилам, когда единая система оркестрации, по сути, дает внешним системам, с которыми она взаимодействует, некие задачи по сканированию хоста, по его изоляции, по чему-то еще, в зависимости от того, какой плейбук настроен, какой алгоритм поведения у нас в компании принят. Ну и, в общем-то, в завершении, тоже, как легко догадаться, поиск следов и очистка информации точно так же может быть автоматизирована, поскольку, условно, поиск каких-то писем фишинговых или чего-то еще, какой-то вредоносной рассылки точно так же можно автоматизировать либо в полном автоматическом режиме, либо по клику одной лишь кнопки. То есть, по сути, что я бы хотел здесь отметить, что САР-решение в данном случае по факту приводит к тому, что ваша информационная безопасность становится сильно легче с точки зрения восприятия исполняющего персонала, который работает с этими системами, и им не нужно задумываться о том, как им себя вести в той или иной ситуации, открывать какие-то огромные гайды, разбираться, что делать сейчас, какой шаг второй, какой третий и так далее, кому звонить, куда бежать и так далее. Поскольку, повторюсь, у людей даже часто не бывает реального опыта в отторжении кибератак. И этому есть огромное количество подтверждений. В частности, сейчас радтиминг очень востребован, поскольку атак стало больше, а как от них защищаться, в общем-то, до конца толком, ну, мало кто знает, мало какие команды это умеют делать. Вот. Но поскольку мы говорили с вами про СОАР, то в целом это стоит также отнести к так называемой практической безопасности, да, то есть та безопасность, которая является прикладной, да, то есть когда мы управляем инцидентами, когда мы анализируем угрозы, управляем уязвимостями, активами, нам необходимо, если мы относимся к КИИ, в частности, отдавать также огромное количество информации в НКЦКИ, оповещая об различных инцидентах, и нам нужно делать это в сжатые сроки. И это тоже вещи, которые необходимо автоматизировать, чтобы, опять же, это рутина, это понятные вещи и время-деньги. В данном случае какой-то там лишний тикетинг, лишние какие-то движения персонала, это стоит денег, это отнимает ресурсы компании. Но вот здесь я на этом слайде хотел, опять же, сделать акцент на том, что стратегическая безопасность, которую еще часто называют бумажной безопасностью, она тесно связана с практической, и вот если мы видим на слайде с вами управление уязвимостями, управление активами, это в том числе часть SGRC решений, да, то есть это решение по, по сути, приведению к стандартам, к некому гавернансу, теми процессами и теми рисками, которые есть в организации. Поэтому это тоже, можно сказать, часть рутины, да, если хотите, которая точно так же нужна и можно автоматизировать. И решения такого класса существуют, это здорово, потому как все-таки контроль и проверка контролей, проверка соответствия тому или иному стандарту, опять же, ресурсоемкий довольно-таки процесс, связанный с интервьюированием, с анализом текущей ситуации, с анализом изменений, и эти вещи тоже можно автоматизировать за счет интерфейсов, за счет дружелюбных интерфейсов, понятных, и где будет четко видно, что необходимо сделать от того или иного специалиста, организации, который вовлечен в те или иные системы, процессы, бизнес-процессы и прочее. Вот, то есть, по сути, все очень тесно связано, все очень тесно переплетено, как и практическая безопасность, так и стратегическая или бумажная безопасность, если хотите, и по сути, эти вещи имеют очень много общностей, очень много, назовем их, объектов, которыми мы там так или иначе управляем. И вот все это лежит в основе таких решений, как SOAR, и же с ним и SGRC, и, соответственно, такие моменты нуждаются, на мой взгляд, в автоматизации. Почему мы говорим, в принципе, об этих вещах? Дело в том, что любая организация, она идет по некому тренду на развитие, по сути, приведение своих стандартов по информационной безопасности к какому-то знаменателю, и тренд всегда, естественно, идет наверх, то есть это от каких-то базовых вещей, которые всегда в любой компании, организации существуют, в рамках парадигмы целостности, доступности информации, триады, которые мы знаем, да. Соответственно, все компании проходят определенный процесс зрелости, процесс роста, процесс зрелости процессов информационной безопасности. На слайде вы можете увидеть пять этапов, которые, ну, по сути, тоже являются некой догмой. Они, наверное, ни для кого не являются там открытием каким-то, то есть есть начальный уровень информационной безопасности, есть повторяемый, определяемый, управляемый оптимизируемый. Соответственно, в конце, на оптимизируемом уровне у нас не так уж и много компаний, как это ни странно. Но, тем не менее, ситуация сильно лучше, чем во многих странах, в том числе за рубежом, и этому есть множество фактов. Я думаю, что безопасники кулуарно между собой общаются, и многих из них есть информация, от многих я, в том числе, слышал, что наши процессы безопасности, в частности в банковской сфере, на голову выше, чем на Западе во многих странах. И это не может не радовать. Мы, наверное, много делаем для того, чтобы это так было. Много систем предлагаем, много сервисов и услуг в части ИБ. Активно делимся ноу-хау, если хотите, между организациями, вендорами, людьми, которые, по сути, так или иначе вращаются в организациях и имеют разного рода опыт. Так вот, если все-таки спуститься на этаж, на уровень информационной безопасности, службы информационной безопасности, попытаться взглянуть на проблему снизу вверх, то есть исполнителя, то мы легко увидим, что в самом начале, на самом первом этапе службы безопасности взаимодействуют с огромным количеством информационных систем, средств защиты информации, в том числе, в ручном режиме. То есть мы от них получаем какие-то данные, разрозненные зачастую, не систематизированные, не консолидированные, огромное количество данных, и должны каким-то образом вручную на все это реагировать, должны как-то это все переключать, менять и так далее. Хорошо, когда компания маленькая, когда людей в компании мало, когда компания, может быть, никому не интересна, и, по сути, атаки на нее, это, ну, так, стечение обстоятельств так сложилось, что какой-то там, словно, студент решил попробовать свои силы и узнать, как он может подломить ту или иную организацию. Когда компания движется в развитии, и таких инцидентов становится больше, и людей внутри компании становится больше, то, как правило, следующий уровень – это переход к СИЭМ-системе, то есть системе, которая будет регистрировать, собирать данные, агрегировать их, будет коррелировать, делать какие-то выводы, и, по сути, поставлять некое количество срабатываний в службу безопасности, и, опять-таки, здесь все срабатывания вручную должны быть отработаны, и когда таких срабатываний за день 10 – это окей, потому как, ну, на примере стандартного какого-нибудь фишингового письма, обработка одного такого инцидента занимает вручном режиме у одного специалиста при условии, что на местах все сотрудники из соседних департаментов может занять там до 75 минут, то есть это сбор данных, это обогащение этих данных, это проверка хэшей, это определенные поиски похожих писем, это сообщения, собственно говоря, получившим эти письма, это очистка сервера, это проведение расследований, это все этапы, которые отнимают определенное количество времени, и, ну, в совокупности есть статистика, да, что это до 75 минут может занимать. И это много, потому как если таких сработок в день у одного офицера безопасности будет хотя бы 5, то, в общем-то, вот уже и весь рабочий день закончился, а есть еще много другой работы. Поэтому на самом, наверное, последнем этапе, когда уже, казалось бы, нужно что-то с этим делать, приходит к тому, что эти вещи можно автоматизировать, потому что, действительно, если после СИЭМ-системы поставится арт-систему, которая будет получать от СИЭМа различного рода реакции, да, то есть инциденты, она может их автоматически подгружать, перепроверять, она может подключать различные через коннекторы, подключать различные системы, проводить сканы, проводить поиски тех же самых писем, кто еще был адресатом таких писем, она может очищать exchange сервер от этих писем, она может снабжать инцидент контекстом, она может самостоятельно проверить хэш путем того, что она обратится в различные сторонние сервисы, подписки по как раз верификации таких вещей. И вот на этом этапе экономится огромное количество времени, И, опять же, есть статистика, что от 75 минут мы можем снизиться до 5. Поэтому все возможно, и таких процессов очень много. И, на самом деле, если все это по факту консолидирует, то это все в экспоненте вырастает, и экономия времени становится колоссальной. Вот. Ну и коротко, наверное, в самом конце преимущество от автоматизации, еще раз, в том, что все-таки в данном случае, если мы говорим про САР-систему, то это работа в одной системе. То есть службе безопасности не нужно переключаться между огромным количеством систем, а как-то в них работать, привыкать к разным интерфейсам, опять же, не всегда должны быть доступны. Это просто эффективнее с точки зрения затрат и автоматизации. Опять-таки, это сокращение времени на обработку в десятки раз. То есть это десятикратная, по сути, экономия времени минимум, а то и больше, в зависимости от ситуации. Это, опять-таки, автоматическое обогащение источников событий. Это снижение возможных человеческих рисков, которые могут быть заболел, не знал, проспал, уехал, был на выходном, не знаю, на празднике, что-то еще. То есть всякие бывают ситуации жизненные. И эту часть можно тоже исключить из, по сути, потока. Тем самым дав больше времени на какие-то вещи, связанные с более приоритетными задачами, которые могут решить только люди. Ну и, в общем-то, автоматические отчеты, которые всегда, опять же, удобно выгрузить, с ними удобно работать, они информативные, они наполнены информацией, их можно менять, их можно видоизменять как угодно и отчитываться, смотреть, делать какие-то заключения, делать выводы и выстраивать дальше свою информационную безопасность таким образом, чтобы быть максимально эффективным. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, готов на них ответить. Всем успехов, всем удачи. Увидимся с вами на просторах интернета и, в общем-то, на этой выставке в том числе. Дальше по плану обычно лайк, подписка, колокольчик, но у нас другой формат, поэтому передаю слово Денису. Роман, спасибо. Мы теперь поняли, что автоматизация — это вообще ключевое свойство любой системы, системы безопасности. Задача — избавить людей от рутины, от рутины, связанной как с принятием решений, так и с их исполнением. Поэтому первое, что мы должны делать, это...